Приветствую вас, братья и сестры. Слава Богу за этот день. Он подходит уже к концу. Мы перед молитвой еще обратим наше внимание на Слово Божие и помолимся. Мы уже очень много слышали о Христе, о том, что Он сделал для нас. И в эти пасхальные дни мы слышали, что Он умер за нас, Он взял на себя наш грех, Он воскрес для нашего оправдания, что мы были праведными в очах Божьих. Мы поверили в эту весть, в эту радостную весть. Мы оправданы через веру в Господа нашего Иисуса Христа, через Слово Его. Несколько слов, вот рассуждая об Иисусе Христе, несколько привести такой пример. Сказать о Христе, вот без Христа я ничто. Без Христа я ничто. Нет спасения, нет оправдания. Смерть, ад, муки, вечное страдание ждут меня. Без Христа я ничто. Только со Христом, только с Его праведностью, только со Христом я могу называться Детем Божиим, я прощен, я могу быть в Царстве Божьем. Только находясь рядом со Христом, только не сводя своих глаз с Христа. Я хотел привести тоже вот жизненный такой пример, когда я был вот тоже подростком. И, кстати, моя такая проповедь как-то больше, наверное, к подросткам относится, к вам. Так что хотел на вас обратить внимание свое. Был тоже подростком, еще жил в штате Мэйн, работал у одного человека, и он мне предложил, говорит, я у него свой самолет, я, говорит, на самолете с Мэйна в Нью-Хемпшир полечу и назад. Хочешь со мной на самолете пролететься? У него по делам, по своим, по делам. Я говорю, конечно, хочу. Приехал я к работе, в его машину сели, приехали в аэропорт, выходим, подходим, он там заходит, его знают, а я с ним, я от него не отрываюсь ни на шаг, мы проходим через одни ворота, нас пропустили там за сеткой, дальше прошли, через здание прошли, к самолету подошли, там ему инспекшн все сделали, мы сели в этот самолет, я сел в самолет, он сел в самолет. И такая честь, я иду с большим человеком, но без него я ничто. Без него меня даже через эти первые ворота никто не пропустит. А с ним я прошел и дальше, и дальше, вышли на взлетную полосу, дали сигнал, можешь взлетать, мы взлетели, полетели. Вот может какой-то житейский такой пример, земной, но без Христа мы ничто, без Христа нету жизни для нас. Так что вот верующий человек, он держится, он спасается Христом, и только со Христом он что-то значит в Божьих глазах. И вот это мы принимаем все верой. И вот хотелось бы немножко опять обратить наше внимание на веру. Мы о вере очень много слышали. И в пятницу брат нам говорил о вере. И мы много слышим о вере. И что такое вера? Вы задаетесь вообще вопросом, что такое вера? What is faith? Кстати, вера идет, вера и надежда идут вместе. То есть и об этом хотелось тоже немножко сегодня сказать. Я в свое время как-то даже какие-то книги хотел приобрести, что-то читал. Вот что такое вера? Или это какая-то мистическая сила, которую я имею, которой я могу горы переставить? И где ее так вот умножить? Как она размножается, чтобы ее больше было? Все-таки это же сила какая-то. А вы задумывались о вере? Что это такое? Давайте я прочитаю текст, а потом мы немножко больше поговорим о вере. Вот Иакова 2,14. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела. Что пользы, так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровала в Раам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Изучая этот текст, возникают, я понимаю, вопросы, на которые не сразу мы можем понять, о чем все-таки Иаков говорит. Нужны ли, можно ли оправдаться делами? Или только веру? Здесь он задает такие вопросы. Давайте сперва рассмотрим, что такое вера и надежда. Вот опять же на таком наземном человеческом примере, который мы понимаем. Вот если вас пригласили в какое-то место, в какую-то организацию, и вам начали презентацию какую-то давать. Вот если ты сегодня купишь вот эту, заплатишь вот эти деньги, то через месяц мы вот эту продукцию тебе дадим. Пускай будет машина даже, да? Вот сегодня ты должен внести такие деньги, мы вот так, вот так это все поступим, и через месяц ты получишь автомобиль. Чтобы мне... Первое, что должно в человеке произойти, он должен поверить. Он должен поверить тому, кто говорит. Если я поверил тому, что мне говорит вот этот человек, презентацию эту, да? Поверил ему. Второй шаг, у меня появляется надежда, что через месяц и на мант, да, мне дадут автомобиль, машину новую дадут, да, например. То есть у меня есть вера, я ему верю. Теперь у меня есть надежда, я жду этого, вот этой машины. А третье, это получается дела. Что я должен сделать? Я должен достать и заплатить. Это мои дела. Я достал, я заплатил, я радостный, я счастливый. У меня вера есть. Я поверил этому человеку. Я надеюсь, что я получу. И дела мои на деле. Я вытащил, я заплатил эту сумму. Ну вот смотрите, да? Ну вдруг приходит кто-то и начинает говорить меня. Да ты знаешь, тебя обманули. Тебя обманули, этого на самом деле неправильно. Это они обманывают других. Вот позвони тому, вот посмотри тому. Это так, тебя обманули. И я начинаю себя проверять. Вера моя начинает угасать. Я начинаю терять веру в то, что мне сказали. И надежда моя, она пропадает. Она угасает. Я уже не надеюсь что-то получить. Понимаете? И, то есть, вера и надежда, они идут вместе. Я думаю, что по-человечески вы все это когда-то пережили, что у вас была вера. Пускай будет у какого-то человека или у вас что-то. Была вера. Но потом вы разочаровались, вы потеряли эту веру. Эта вера угасла. То есть вы можете вспомнить какой-то пример из своей жизни. Знаете, я вспоминаю примеры из своей жизни, когда я еще был в школе. А вот студенты тоже могут, кто-то тоже засвидетельствовать, что когда говорят, да знаешь, science, у нас есть evidence, у нас есть, вот посмотри, молекулы, как они размножаются, вот посмотри, как они делятся. И мы доказали, мы видим, что жизнь так может сама создаться. И на самом деле о Боге никаких нет доказательств, сколько мир существует. Да посмотри, и вот science нам говорит, знаете, и где-то вот слушая это все, я себя поймал на мысли, что вера моя начинает, где-то внутри какая-то ниточка сомнения начинает заползать. Я думаю, неужели я, вот вера моя подвергается какому-то такому нападению. Да, вот, наверное, сейчас это трудно сделать, чтобы переубедить кого-то из вас, особенно взрослых, что Бога нет, что эволюция это все создала. Я думаю, вас не переубедить. Но в молодых детях, где, может, в школе, это может быть. Но я говорю сегодня о вере, чтобы мы поняли, что такое вера. Читая Слово Божие, смотря на окружающую природу, мы поверили, что Бог сотворил эту землю, мы твердо в это верим, мы знаем, что Он управляет этой землей, мы знаем, что Он через Слово Божие, мы утвердились и поняли, что Он возлюбил нас, что Он простил нас, оправдал нас. Мы приняли это верой. Вы поняли, что такое вера? Мы поверили Христу, мы поверили Богу через Слово Его. Мы имеем надежду, что Он придет, что Он возьмет нас в Царство Свое. Это наша цель, это наша надежда. И наши дела, наша повседневная жизнь, реакция наша, я живу этим, я ожидаю этим, я радуюсь, как Авраам некогда оправдался верою, поверив Богу, то, что Бог ему пообещал. Бог сказал, что будет. И он, написано, воздал славу Богу, еще не получил обещанного сына, но уже Бога благодарил. Вот вера его была тверда в Бога. Вот так и мы, как Авраам, мы поверили, мы приняли это, мы живем, мы оправдываемся этой. Жизнь наша наполнена Христом. Мы еще дальше будем об этом говорить. Мы даже с детьми проводили тест такой в воскресной школе, и такой вопрос задали. Ну, если вот ты себя плохо вел, и вот папу с мамой не слушал, поступал неправильно, папа с мамой тебя разлюбили? Нет. А если вот я тебе скажу, что сейчас папа с мамой сказали, что они тебя больше не любят, и тебя забыли и уехали домой? Я говорю, тебе не верю. Вот такое тоже бывает. Вера детская, она тоже есть. В родителей, в то, что их любят, тоже есть. И они не сомневаются, и никакой посторонний человек не переубедит ребенка, что его папа с мамой не любят. Сколько бы ему не утверждали. Ну, я так думаю, по крайней мере, да. Авраам поверил Богу, был тверд, не сомневался, благодарил Бога, хотя еще того он не получил, что Бог ему обещал. Еще такой маленький тест, вот дети, послушайте, кому Бог точно так же, в таком же возрасте был, муж и жена, точно так же у них не было детей, как у Авраама и Сары, и точно так Бог этому же старцу уже пообещал, что у вас родится сын, и он Богу не поверил. Об этом пишет Библия. Вы знаете, кто это? Захария, правильно. Потому что ангел ему сказал, за то, что ты не поверил, что я тебе сказал, ты будешь молчать и не сможешь говорить. То есть, вот так оно в жизни, да. Обратим внимание на наш текст, вот и немножко мы бы уже разобрали вера, надежда, действия. И обратим на 14 стих 2 главы Иакова. Иаков пишет, что пользы, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Иаков задает вопрос, может ли такая вера спасти его? Речь здесь идет не об истинной вере. Иаков осуждает тех, кто напрасно хвалится своей верой. Их вера бесполезная, пустая, она не спасает, она существует только на словах и сводится лишь к привычному хвастовству. Вера без дел мертва. Может ли такая вера спасти человека? Нет. Люди часто говорят, Бог нас любит, Он нас создал, я Ему свою жизнь верил, а это Его теперь, Его, это ответственность, меня довести до цели. Это Его, я на Бога возложил, и теперь, ну такая вера, знаете, какая-то, это пустая вера, это вера только на словах. Говорит, что я верю, это недостаточно. Если я не проявил, не показал свою веру, она не спасает. Fake faith, if there is no action. Если я говорю, что имею веру, но нету дел, то эта вера не может спасти человека. Иаков приводит жизненную ситуацию, где он говорит, что польза, если вы скажете нагому, голодному, красивые слова, скажете, хорошее пожелание, иди с миром, грейся, питайся, благословите его, но ничего не дадите. Чем-то вы помогли ему? Громкие слова о том, что мертвый, живой, не воскресит мертвого. Если нет движения, если нет признаков жизни, несмотря на все громкие слова или восклицания, мертвый остается мертвым. И факты заглушают все слова, все пустые слова. И дальше Яков здесь тоже мы прочитали, что и бесы веруют и трепещут. Бесы не только веруют, они знают, что Бог есть, и трепещут перед Богом. Дело в том, что вера спасающая включает в себя доверие Богу. мы приняли Христа, мы поверили, что Он умер за нас, что Он воскрес, мы приняли это верой, и мы доверили себя Господу. Яков не говорит, что дела являются главным основанием веры или что вера не имеет большее значение. Он лишь хочет показать, что только дела являются доказательством веры. Искренной, спасающей, спасающая вера должна иметь плоды. 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенники Саака, сына своего?» «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенники Саака, сына своего?» Яков и Павел приводят этот текст из Ветхого Завета, Бытие 15, 6, где говорится, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Чтобы доказать свою точку зрения, Павел говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, а Яков указывает, что Авраам оправдался верою, что его вера подтвердилась делом, что на деле он подтвердил то, что он верит в Бога. И если посмотреть, вот 26 стих, Яков приводит такое сравнение духа и тела, и говорит, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва, что одно без другого, тело не может существовать без духа, так и вера без дел, она существовать не может. Итак, вывод это ясен, что вера без дел, вера и дела жизненно важны друг для друга, что если кто-то говорит, что он имеет веру в Бога, но не исполняет заповеди Божии, не любит Господа, не живет христианской жизнью для Бога, это свидетельствует все о том, что эта вера его не спасает. Вот как мы с вами говорили о нашем первом примере про этот автомобиль. Да, я выслушал, да, мне сказали, но я это не принял, я это не поверил, я никакого действия не сделал. Понимаете? Так и вера, искренная вера, она должна иметь дела. И если посмотреть немножко глубже, мы говорили с вами о вере человеку, когда мы людям верим, доверяем им, а вот немножко посмотреть, немножко глубже, вот уже нам брат сегодня это говорил, немножко глубже посмотреть на ту веру, которая от Бога. Мы слышали сегодня уже, вот нам брат говорил, за Никодима, когда Никодиму Христос сказал такие слова, «Должно тебе родиться от воды и духа». Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Не может. Никодим не спросил Иисуса Христа, что значит, как это мне нужно родиться от воды. На то время был Иоанн Креститель, который крестил в воде и говорил такие слова. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «Совершите же достойные плоды покаяния». И не думайте говорить себе отец у нас Авраам, совершите достойные плоды покаяния. Что нужно человеку, чтобы прийти к Богу? Что может человек перед Богом? Сказать, «Господи, давай поменяемся, я тебе свою жизнь, а ты мне царство». С Богом не договоришься. Что может человек перед Богом? Это он может, вот как сказал Иоанн, этот великий пророк, которого Бог послал, «Сотворите достойный плод покаяния». Это все, что может сделать человек перед Богом. Это как утопающий среди моря, который кричит о помощи и говорит, «Господи, спаси!» Вот это все, что может сделать человек перед Богом. Вопиять к Нему о помощи. «Господи, спаси!» Соверши достойный плод покаяния. И Господь, когда человек увидел себя грешником, увидел, что он нуждается в Боге, поверил, что Бог его может спасти, вопиет к Богу, Бог его простил, он имеет веру, он живет этой верой. И вот здесь важные слова, которые Христос говорил Никодиму, «Если кто не родится от воды и духа, если человек родился, покаялся, принял Христа верой, то Господь дает ему своего духа». Дух Божий вселяется в такого человека. Мы имеем Дух Божий, который живет в нас и свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Это не просто вера в человека, здесь мы поверили Богу, и Дух Божий живет в нас и свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Мы имеем Духа от Бога. Рождение от Духа Святого происходит, когда человек пришел к Богу с покаянием, с искренним сердцем, и Господь, видя его, прощает, принимает его в семью. И знаете, вот неверующие люди, наши отцы, праотцы, которые прошли гонения, тюрьмы за Христа, смерть за Христа, и вот неверующие люди удивлялись, что ими движет, что за сила в этих людях, которые готовы идти на смерть за Христа, готовы сидеть в тюрьме за Христа, без семьи, на голодную смерть, что ими движет, что это за сила, которая в них, а вот именно та сила, которую дает Христос. Христос стал для верующих ценностью и самым главным. Он спасает душу. Спасительная вера, та, которая имеет дела, которая и не делами спасается человек, он спасается верой в Бога, но свидетельство тому, что он верит в Бога, что он посвятил свою жизнь Богу, это, конечно, его дела, которые видят другие люди вокруг него. Так что вера – это не какая-то мистическая сила, которую нужно где-то набрать, приобрести ей, горы двигать. Вера – это мое духовное состояние перед Богом. Это я верю в то, что для меня нет дороже Христа. Только со Христом я имею спасение, только с Ним, и я свою жизнь посвятил Христу, я верю в это, Он простил меня, очистил, дал мне Духа своего, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот это истинная вера, которая спасает нас, и о такой вере окружающие могут видеть и засвидетельствовать. Это человек Божий. Давайте мы сейчас еще помолимся, поблагодарим Бога, что Он отдал Сына Своего за нас, что мы приняли это верой, что мы утвердились в этом. Если вы не приняли еще Христа, если вы еще не посвятили Ему свою жизнь, Бог милостив к вам, Бог вас приглашает. Я думаю, что вот на таких примерах, можно сказать, жизненных, чтобы мы немножко лучше поняли для себя вера, надежда и дела наши, и как оно все относится друг к другу. Давайте помолимся нашему Господу. Аминь.